Строгий контроль самого порога, термометрия, обработка рук, верхнюю одежду, сумки и гаджеты в гардероб. С собой только паспорт, черная гелевая ручка и вода. Последний раз они сдавали экзамены лет 20 назад. И вот опять за школьные парты сели не подростки, родители. Проверить знания сейчас не самое главное. Важнее понять, так ли страшен ЕГЭ, как его молюют. Волнуетесь? Ну, так слегка. А за что больше всего волнуетесь? Не так слишком не волнуется, но просто интересно. Вспоминаю, как когда-то сдавал экзамен. Чувствуете себя немного школьницей сейчас? Конечно, есть такое ощущение. Переживаете? Да, естественно. А готовились? Да, готовились. Как? Ну, прорешивали тесты. Помогала дочка, да. А как оцениваете? Ну, немного сложно. Сложнее всего сконцентрироваться. В ответственный момент отвлекает любой посторонний звук. Именно поэтому на настоящем ЕГЭ телевидению можно присутствовать только пока идет инструктаж. Сейчас проще. На дальнейшую жизнь и карьеру родителей этот экзамен никак не повлияет. Единый госэкзамен, который будут сдавать школьники, продлится около четырех часов, тогда как этот всего час. Количество заданий сократили, но сами задания не упростили. Так что подобные могут вполне попасться и детям. Тестовые задания и сочинения. Экзамен по русскому языку великий и могучий, обязательный. Планируется, что в этом году ЕГЭ сдадут в обычном формате. Первая волна стартует 31 мая. По всей стране продлится первый этап до 2 июля. Ну и есть еще запасной коридорчик с 12 по 17 июля. Это есть еще такие резервные даты. Мы очень надеемся, что пройдет в установленные сроки, в вочном формате. Но, естественно, в соответствии со всеми требованиями. Кто из родителей справился на отлично, а у кого получилось не все, можно узнать в региональном центре информатизации и оценке качества образования. Но в данном случае особого значения оценка не имеет. Главное, чему должен научить этот экзамен – бороться со стрессом. Ведь порой взрослые волнуются едва ли не больше, чем дети. Испытав все на себе, мамы и папы лучше поймут и поддержат выпускников. А значит, пережить настоящий экзамен будет легче всей семье. Анастасия Синица, Илья Косинков. Новости Севастополя.